Есть известные слова Рамбана, что в целом деяние отцов и праотцов – это знак для потомка. В частности, Рамбан, когда говорит о египетском изгнании, то намек на это изгнание уже был, когда причиной этого изгнания была, что Авраам с Сарой спустились в Египет, когда был голод. И пишет Рамбан, что точно так же, как Авраам и Сара вышли из Египта с большим имуществом, так и народ Израиля вышел из Египта с большим имуществом. Точно так же, как египтяне за надугательство над Сарой были тяжко наказаны, так и египтяне за надугательство нашего народа были тяжко наказаны. Есть параллель между изгнаниями, которые упоминаются в Торе. Искак был вынужден, ему все еще не разрешил выйти из изгнания в Египет. Но все равно Плештим, Плештим, он дар разрешил. Эррис Плештим — это такое место, но Эррис Иссроэль не совсем Эррис Иссроэль, такой тонкий разговор, но это наша тема сегодня. И слышал, что говорит Рамбан, что это намекает, это изгнание Исхака его семьи, намекает на изгнание в Вавилоне. В чем тут сходство? Потому что Вавилон — это не была совсем чужая страна. Все наши предки родом из Вавилона. И то, и другое. Это были короткие изгнания. То есть короткие в смысле Исса, когда было короткое время, а в смысле истерические 70 лет изгнания в Вавилоне — мы тоже короткое время. А вот когда мы говорим о издании в Египте, оно не было коротким. Оно было 270 лет. И оно было тяжелым. И говорит Рамбан, что это намек на изгнание дома. Эти изгнания и Абрама, и Сары в Египте, и Исхака, и Ривки, и детей в стране Плештим. И то же самое египетское знание — это то, что написано в Торе. Это все является «mais always» — деяние отцов это намек для сыновей. И свинешка, глядя в нашу главу, то одна вещь буквально кричит. Как мы знаем, как мы знаем, рушение второго храма, изгнание под Игом Эдома, приводит к Мараши, была причина — это беспричинная ненависть. И второе — «карбеседка с Хамини» не только подначили ненависть, но и засловие. Именно эти две вещи мы находим в нашей индейной главе. Первое — это засловие Йотипа. второе — это ненависть братьев. Тут есть тонкая вещь. То есть Тора говорит четкие, ясные вещи. они ревновали Якова к Йосифу. Они видели, что он самый близкий среди всех братьев к отцу. То, что их чем-то задевало, я могу прекрасно понять. Но есть у нас обязанность. Тогда еще Тора не была дана. Наши братцы действительно знали Тору. По крайней мере великие сыновья Якова все были великими людьми, они были простыми. Им подобало бы судить хорошо и Якова, Иосифа. Я объясню, что имею в виду. На дуле как в сход судить в лучшую сторону. Во-первых, что неспроста Яков любит так любит Иосифа. Неспроста. Тора говорит ясными словами. Он мудрый сын. То есть Иосиф сумел удостоился получить от Якова Тору больше всех остальных. И поверьте мне, я не думаю, что Яков обучал его больше других. зависит от сосудов. Человек становится сосудов, которые вмещают Тору. То говорит, правильный текст, что Яков любил Иосифа больше, потому что он бен хаким, потому что Закэн это тот, кто приобрел мудрость. видит, что Яков передал Иосифу все, что он получил. И то же самое касалось и Иосифа, и братья еще немножко объяснить. Пишут Хрисханин в своей великой книге Шметолашон, что в чем был грех Мирьям и Аронам, что они говорили о Машей Робейну. У них была вроде такая поистине братская критика, братская без кавычек, я имею в виду, они были его любящие брат и сестра, что он отошел от своей жены, не считали, что ни от кого из пророков такого не требовалось. истинно целостность человека, когда он женат, плохо человеку быть одному. И поэтому у них была претензия к Машей Робейну. пишут что если бы это не было Машей Робейну, который подобало бы судить в лучшую сторону с самым соотверженным образом, к ним не было никаких претензий. Они бы захотели только до пользы. но так как они должны были в этой ситуации, зная величайшее достоинство Машей Робейну, особенно что Всевышнего к нему, необходимо было его оправдать на их суде. Они этого не сделали, тогда намерением есть большой грех в заслове. Я думаю, что можно сказать что подобное и о Иосифе. Он засловил братьев. Там приводят Гмара в Иерусалме и в других местах приводится. Раш это приводит на месте, что он утверждал о грехах, что они едят не залезая кошер на скотину, и другие вещи. И всему этому, всем этим вещам было оправдание. И даже мудрецы есть вообще замечательно. Материал в книге автора Миштеломелых Паша Сдрохим об этом есть много книг об этом. Он мог оправдать именно в силу того, что он был большой мудрец Торы, Иосиф. А мудреца Тора требуется больше оправдывать других, потому что у него более глубокое понимание вещей, и он может легче найти сторону оправдания, чем простой человек. первая претензия к Иосифу за его злословие. Он должен был оправдать братьев. И в итоге Иосиф первый спустился в Египет. Он был началом египетского издания. Но, с другой стороны, братья могли и должны были оправдать ее всему. то, что рассказывают о них отцу. Почему? Что он имел в виду, безусловно, ради их пользы. Это называется засловие ради исправления. И более того, они могли иначе отнестись ко снам Иосифа. это на секрет брахот. Есть несколько видов снов. Есть сны, которые видят во сне то, о чем думает наяву. А есть понятие сны, которые имеют проблеск пророчества. Пророчество. И более того, во втором сне Иосифа была причина полагать, что это был пророческий сон, а не просто то, что думает весь день. То есть не было причины, безусловно, братья видели и знали, как Иосиф почитает своего отца. Нет никакого сомнения. Когда Иосиф видит сон о десяти звездах, в одиннадцати звездах, о солнце, о луне, Яков сразу понял, на кого намекает солнце и луна. Солнце на него, а луна на на Рахаэль. И он сказал, что не может быть такое. Есть очень зрение, что луна на Микарнабилу, который вырастил Иосиф. Но сыновья даже могли понять, что Иосиф не имел в виду. Он говорит, в чем была претензия, за что они его судили. За то, что он пытался их поработить, захватить власть точно за сегодня. Это было разрушение народа Израиля. Дин Рудеф. И его сны доказывали, что он мечтает весь день, как их поработить. Но просто я сам хотел поработить. Это очень дорогая вещь. Поэтому претензия была конкурентом к всем. Претензия была к Иосифу, что он не судил хорошо о своих братьях. Есть претензия к нему, что он то, что он видел, не проанализируя не оправдания, рассказывал отцу. И рассказывал в форме осуждения, есть претензия к братьям, которые должны были действительно его оправдать, тоже оправдать, не оправдали. И вторая претензия это ненависть. Вроде бы у них была причина для ненависти, пытались им владеть. Это была неправда. Поэтому они думали, что есть причина для ненависти, но на самом деле это была ненависть беспричинная. Это те корни, которые мы видим в египетском изгнании. Это был корень грехам во всем народе Израиля. Не было только Иосифа, не было только братьев. Кроме Бениамина, это особый разговор. И более того, если мы напомним себе первую главу книги Шмот, то и там это что когда Датану и Аверам говорили, что ты хочешь убить нас, как убил египтянина, сказал ему Шабина ну да, давал. Сейчас стало известно, что стало известно. Это Раш и Медраш. Понятно, почему народ избавляет изгнание? Из-за засловия. Из-за засловия. И конечно, когда мы считаем эти главы, нам надо всем укрепить себя в вещах этого противоположного. Первое, конечно, самое основное, самое нелегкое, это учиться оправдать другого. Эта обязанность не всегда есть. Она создается, во-первых, людям, которые ведут себя кошерно по Торе, а людям, которые являются, не просто хорошие евреи, которые живут по Торе, а праведниками, требуется оправдать их, даже когда в роде они делают вещи, далекие от оправдания. Далекие от оправдания. Это наша большая обязанность, пишет, это нас спасет от огромного обилия зусловия, и это то, что приближает освобождение. Я уже не говорю о том, что сегодня распространение социальных сетей и тому подобное, люди привыкли набирать на компьютер слова, которые еще не успели продумать. Набрать что-то на компьютере и послать гораздо быстрее вещи продумать, как известно. Гораздо быстрее. И это колоссальная проблема. есть у Маарала в книге Дер Хайм, на всех это вот, то, что сказали наши мудрецы, много говорит, приводит грех, он объясняет, почему-то так. Говорит, что когда человек открывается рог, рот для болтовни, есть он называет это так, есть сэхэль иуни, буквально мозг анализирующий, углубляющийся, есть мозг, который руководит языком. Мозг руководит языком, что он означает. Все, что приходит в голову. Хочешь, или что хочет, он говорит. То есть, мозг руководит языком, дыханием, голосовыми языками, как они произносят, всю чушь, которую он хочет сказать. Это называется сэхэль добри, по определению морала. Говорит мораль, когда у человека открывается сэхэль добри, но закрывается сэхэль иуни. Голова него таковалась колоссальная проблема. Так вот, я говорю сейчас про нас, люди, изучающие Тору, как нам необходимо укрепить в себе сэхэль иуни, нашу голову думающую, анализирующую. И об этом сказано с яглишти или хохмаштика, а града мудрости это молчание. не говорить то, что не нужно говорить. И, вообще, отдалиться максимально от всех систем, где есть, где распространяется в той или иной форме засловие. и, до встречи, я думаю, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...